Ничего нового. Просто очередные фейки в России. В Министерстве внутренних дел Германии предупреждают о возможных попытках России повлиять на будущее земельные выборы в восточных регионах страны. Об этом в интервью Handelsblatt заявил представитель внутренних дел Германии во главе ведомства Нэнси Фезер. Мы должны исходить из того, что все выборы в нашей стране являются потенциальной мишенью для незаконного влияния. История с тем, что на приближающихся местных выборах Россия будет делать все возможное для того, чтобы продвинуть своих кандидатов, является вполне логичным. Потому что Германия ключевая страна в Европейском Союзе, самая большая ее экономика. И так же самое Германия влияет на принятие решений и на уровне Европарламента, и на уровне Еврокомиссии, и на уровне, в принципе, государственных членов. Также представитель МВД Германии добавил, что таким образом Россия пытается незаконно влиять на публичные дебаты и принятие политических решений в Германии. Но на самом ли деле такое может быть? И с какой целью? В принципе, часть российской гибридной войны и вот этого термина, который стал уже обыденным, в принципе, Россия приложилась очень сильно к созданию, в принципе, этого феномена. Это вот не прямой войны, а войны информационной, прокси-войны. Очевидно, что для России Германия является важной страной, как стейкхолдером Европейского Союза. С начала вторжения России в Украину наблюдается рост дезинформации со стороны российских официальных органов, государственных и связанных с государственными СМИ. Они используют ложную информацию для разжигания эмоционально окрашенных дискуссий и намеренно натравливают социальные группы друг на друга. Каким именно образом может работать Россия, чтобы повлиять на выборы? Условно происходит какой-то инцидент, возможно, даже не сильно заметный. То российские инструменты гибридной войны, такие как патофермы, они начинают разгонять новость, они начинают перекручивать факты, придумывать фейки. Для того, чтобы обвинить и найти какого-то врага, условно, эмигрантов, украинских беженцев, они разгоняют тот или иной нарратив и пытаются сделать картинку реальности намного более страшной, чем она является. Противодействовать пропаганде Кремля можно, но это достаточно сложно, так как Путин на пропаганду денег уж точно не жалеет. Главная задача пропаганды — это посеять панику, недоверие и создать хаос. И в рамках этого хаоса потом уже можно продвигать политиков, которые будут якобы несистемными. Противодействовать можно, но очень сложно. И это кропотливая работа, которая ориентируется на то, чтобы поднимать общий уровень понимания у людей, у общества, каким образом работает пропаганда, каким образом работают российские гибридные инструменты для влияния на разные страны. Но, конечно же, дело не только лишь в одной Германии. Ранее и разведка США предупреждала о лавине дезинформации в РФ, где Кремль крайне активно пытается повлиять на общественное мнение несознательных американцев, распространяя дезинформацию о президентской гонке в США.